Анна Пейчева. Пушистый избранник. Если не кот, то кто? Смарт-комедия. Озвучена автором. От автора. Знаете, что меня всегда возмущало в «Войне и мире»? Трагедия, которая случилась с Наташей Ростовой. Как же так, расстраивалась я ещё в школе, как же так получилось, что такая удивительная девушка превратилась в машину по производству детей, растеряла всю свою индивидуальность. Тоненькая, грациозная, страстная, живая, образованная, замечательно хорошенькая Наташа, восхищавшая своим упорством и твёрдым характером, совсем опустилась, не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, как писал Толстой, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своём туалете. Особенно меня подкосило определение Наташи, как сильной, красивой и плодовитой самки. Сейчас мне за тридцать. Наверное, примерно столько же было Наташи на момент окончания романа. У меня самой есть муж и ребёнок, но я по-прежнему считаю, что стать самкой – худшее, что может произойти с женщиной после замужества. Пушистый избранник – это не только о политике, выборах и депутатах. Всё вышеперечисленное – всего лишь фон для главной героини, которая переживает не лучший период своей жизни. «Война и мир» – вечный роман. Но что станет с отяжелевшей Наташей Ростовой в наше время, в наш век феминизации и зацикленности на карьере? А что, если даже добродушного, любящего Пьера такая супруга, бросившая все свои очарования, уже не устроит? Пролог. Хорошая встряска – вот что нужно избирателям. Полный разрыв шаблонов – шок, понимаешь? Чтобы даже самый ленивый, самый далёкий от политики Лежебока в день выборов встал по будильнику в пять утра, а в шесть – с паспортом на готове – уже занимал очередь к своему участку, словно там продают новенькие модели смартфонов. Ясно? Жду твоих предложений. Как добиться такого эффекта? Давай, Андрюха, удиви меня. Андрей Лисенко, к своим тридцати пяти, уже заработавший репутацию виртуоза политтехнологий, кивнул. Нет, не кивнул. Медленно, очень медленно и очень осторожно наклонил голову. Казалось, если собеседник прибавит ещё хоть пол децибела – всё, конец. Голова разлетится на сотни, тысячи мелких осколков. Проклятие! И зачем он только пробовал вчера этот адский коктейль? Что же там было намешано? Вермут вроде бы. Долька апельсина. Возможно, сухой джин. Звенела в нём лёгкая, можжевеловая нотка. И абсент, конечно. Абсент. Тяжёлая артиллерия. Вот откуда помутнение рассудка. Называлось это безобразие нокаут. Смутно припоминались уговоры развесёлого бармена в лаунж-зоне апарт-отеля. Французы возвращают моду на изумрудный напиток. Зелёная ведьма вдохновляла великих. Это зимой в Альпах все будут на полыне. Да, именно тогда Андрей и решил начать загоди готовиться к Рождеству в Куршевеле. О чём сейчас горько сожалел. Настолько же горько, насколько горьким был вчерашний абсент. Клиент, чуть старше самого Андрея, в ожидании ответа теребил молнию серой флисовой кофты. Простодушная улыбка, смешливые голубые глаза, растрёпанные светлые волосы. На соседнем стуле валяется потрёпанная кепка-бейсболка. Парень совсем не соответствует классическому образу политика. Типичный блогер, больше похож на сисадмина, чем на будущего депутата. Впрочем, именно благодаря своим смелым постам под ником Дементьич, Евграф Миловидный и сумел прославиться в интернете. А затем, спустя несколько протестных митингов и сенсационных антикоррупционных расследований, создать оппозиционную партию «Непростим», которая в следующем созыве намеревалась разбавить удивительное единодушие трёх основных фракций в законодательном собрании Санкт-Петербурга. «Непростим» — это сокращение от «Мы им этого не простим» выкрикнутого Евграфом в толпу в момент ареста. По всей сети гулял знаменитый снимок блогера в окружении бойцов ОМОНа. Евграф тогда пришёл на митинг против взяточничества с трёхлетней дочкой на плечах. Собрание было мирным. Спецотряд повязал его в разгар выступления, грубо стащив ребёнка с плеч отца. Драматичная ситуация много обсуждалась в соцсетях. Из камеры предварительного заключения Евграф вышел народным героем, готовым к основанию собственной партии и борьбе за депутатские места в городском парламенте. Забавная история, конечно, но масштаб не тот. Андрей бы и вовсе за новоявленного оппозиционера не взялся, если бы не настойчивая папина просьба. С отцом спорить было никак нельзя. С трудом сдерживая тошноту, политтехнолог в поисках вдохновения уставился в документы, лежащие на бескрайнем стеклянном столе. Боже, как хорошо, что в офисе столько света. Будь здесь чуть меньше простора, точно началась бы клаустрофобия. Все же современные бизнес-центры отлично спланированы. И откуда только у скромной партии, собиравшей средства через кикстартер, взялись ресурсы на аренду целого этажа элитного делового здания, получившего от застройщика гордое имя император и оборудованного подземной парковкой, серьезной охраной и двумя ресторанами. И откуда деньги на оплату свежих каллов, украшавших стол? Впрочем, работа политтехнолога заключалась не в том, чтобы задавать такие вопросы. Скорее, она заключалась в том, чтобы такие вопросы не задавать. Евграф Деметр Дементьевич коварное имя никак не выговаривалось. Язык лежал во рту противной вялой рыбиной. Андрей откашлялся, шурша бесполезными листочками. Не похоже было, чтобы план избирательной кампании, разработанный Андреем вчера утром на борту самолета Москва-Петербург, произвел на клиента хоть какое-то впечатление. Черт возьми, да ведь это всего лишь выборы в непритязательный провинциальный парламент, а не борьба за первое кресло страны. Обойдемся и без разрыва шаблонов. Евграф Дементьевич, позвольте мне еще раз объяснить вам преимущества разработанной мной стратегии. На мой взгляд, такие лозунги, как «Сохраним демократию для потомков» и «У нас свободный город» ярко отражают позицию вашей молодой энергичной партии, борьба с системой, с произволом чиновников. Если правильно оформить плакаты, скажем, элегантный темно-синий курсив на белом фоне. «Слушай, Андрюх, ты меня разочаровываешь», прервал политтехнолога заскучавший собеседник, застегивая, наконец, молнию кофты с громким жиком, пронзившим пульсирующий мозг Андрея насквозь и резко поднимаясь с черного дизайнерского стула. «Знаешь, как мне тебя рекомендовали?» Андрей вяло пожал плечами. Сшитый на заказ пиджак из мягчайшей миланской ткани сдавливал тело, словно стальной обруч, дубовую бочку с полынной настойкой. «Огненный лис!» воскликнул клиент на весь конференц-зал, вызвав в рыжей голове Андрея ядерный микровзрыв. Безусловно, такой напор большой плюс для лидера партии, впервые принимающего участие в выборах. Но как же он напрягает мучающегося от постапсентного синдрома человека? Блогер принялся расхаживать взад-вперед по пустой комнате, дирижируя сам себе правой рукой. «Обратись к огненному лису! Вот что мне говорили! Он продвинет тебя в городской парламент! Ты даже вторую чашку кофе не успеешь выпить! А что мы имеем? Скучнейший план избирательной кампании со времен Советского Союза! Да я успею цистерну эспрессо прикончить, пока буду ждать, что за меня хоть кто-то проголосует с такой-то агитацией!» Евграф остановился рядом с Андреем. «Скажи, дружище, откровенно, сам бы ты поставил галочку напротив фамилии человека, вооружившегося лозунгом «У нас свободный город!» «Тебя, как избирателя, завел бы элегантный темно-синий курсив на белом фоне!» «Ну, эту подачу отразить несложно, даже на фоне пост-абсентного синдрома!» «Вы знаете, Евграф Дементьевич, я уже много лет на выборы не хожу!» Снисходительно улыбнулся Андрей. «С тех самых пор, как из юристов Перекла... Переклафи...» Проклятый язык. «Перешел в политические консультанты...» «Что ж, значит, твоя задача придумать нечто такое, чтобы 4 декабря ровно через три месяца даже тебе самому нестерпимо захотелось бы пораньше встать и бегом побежать на участок!» «Я уже начинаю думать, что огненным лисом тебя назвали исключительно из-за цвета твоей шевелюры, а не в честь того суперсамолета-невидимки из фильма!» «Никаких фигур высшего пилотажа на политическом небосклоне я сегодня не увидел!» «Пока что мне хочется сделать вот такое лицо!» Евграф ткнул пальцем висевший на стене календарь, с которого недовольно косился знаменитый Грампи Кэт, сердитый кот. Подпись к сентябрю гласила «Практикуй спонтанные проявления мрачности!» Андрей глубоко вздохнул. «Черт, иногда блестящая репутация работает против тебя!» «Покорив вершину, трудно на ней удержаться». Политтехнолог мысленно призвал на помощь Мане, Дега и Тулус Латрека, которым удалось войти в историю искусства, накачавшись абсентом до отказа. Поскреб заросший рыжащетиной подбородок и включил режим брейнсторм. «Я вас услышал, Евграф Дементьич, давайте рассуждать нестандартно». Андрей бросил листы с бездарной презентации в свой портфель из тончайшей кашемировой кожи, эксклюзив от небольшой немецкой фирмы, и приглашающим жестом указал клиенту на стул. «Для успешных переговоров необходимо, чтобы глаза собеседников находились на одном уровне, а встать сейчас политтехнолог попросту не мог. Внезапно началась мелкая дрожь в коленях. Да, на экстремальной трассе Ла Салир в таком состоянии делать нечего. Сложновато будет сочетать абсент с горными лыжами». Клиент опустился на стул. Голубые глаза больше не казались смешливыми, теперь они прожигали похлеще давешнего коктейля. «У тебя минута, Андрей, засеки на своих пафосных часах, и попрошу больше не упоминать свободу, демократию, борьбу с чиновниками и прочее фуфло». «Да-да», заторопился Андрей, невольно поправляя громадный стальной хронометр на запястье. Кошка с календаря посматривала на него с издевкой. «Итак, что привлечет избирателей на участке? Как заставить людей проголосовать за новую, малоизвестную партию? Что одинаково понравится студентам и пенсионерам, матерям-одиночкам и успешным бизнесменам?» «Минута на исходе», безразличным голосом напомнил клиент, почти уже бывший. «Где тут рубаха-парень, который от души хлопнул его сегодня утром по плечу со словами «Здорово, Андрюха?» Андрей с ненавистью взглянул на календарь. Наглый котяра словно насмехался над его провалом. «Если бы не этот брезгливый высокомерный вид, с которым Грампи Кэт пялился на него все это время, ему бы наверняка пришло в голову что-нибудь оригинальное». «Ненавижу кошек», не к месту подумал Андрей. «Шерсть эта вечно лезет в нос, дышать от нее тяжело, лицо опухает, да еще орут, скребутся, портят тапки. Ненавижу». «И за что вообще люди любят кошек?» «Это что-то необъяснимое». «И не просто любят, боготворят, словно древние египтяне. Ради того, чтобы покормить своего бедного котика, хозяин готов хоть в пять утра встать. Секундочку, секунду, секунду. Готов в пять утра встать? В пять утра встать. Вот оно. Так почему бы нам не призвать на выборы?» Необыкновенно четким и ясным голосом продолжил Андрей. «Почему бы нам не призвать на выборы целую армию избирателей, армию доселе невостребованных, увлеченных, преданных, искренних и готовых на любые жертвы избирателей?» Охваченный эйфорией Андрей вскочил со стула. Никакой больше дрожи в коленях, никакой больше тошноты, никакого похмелья. По венам бежал чистый адреналин. «И имя этой армии кошатники!» Блогер скинул голову и прищурился. «Продолжай!» Никто сейчас не смог бы заставить Андрея замолчать. Что будут делать остальные партии? Подкупать избирателей дешевой полукопченой колбасой и просроченными конфетами, дарить им ситцевое постельное бельишко в цветочек и обещать прибавку к пенсии в 300 рублей. А нужно воззвать к их сердцам, а не желудкам. Людям нужны позитивные эмоции, а не фронтовая тушенка в консервных банках. Покажите им сытую бордовую физиономию обычного кандидата в депутаты и они презрительно усмехнутся. Покажите им бедненького котика и они простоят целый день в очереди, чтобы за него проголосовать. Андрей, я правильно понял, что ты предлагаешь выставить от нашей партии котика, вот такого домашнего пушистого кота? Евграф наклонил голову в сторону настенного календаря. Совершенно верно, Евграф Дементьич, вот такого домашнего пушистого кота. Подхватил Андрей, подбегая к календарю, но тут же поправился, непроизвольно отшатнувшись. Ну, не совсем такого, подобрее и поприветливее, конечно. Нужна милая мордашка, а не это, с позволения сказать, физиономия, покосился он на грампи-кэт, одарившего политтехнолога в ответ пренебрежительным взглядом. Евграф задумался, тонкие пальцы блогера дергали язычок молнии вверх-вниз, то застегивая, то расстегивая серую кофту. Вообще-то я думал, что сам стану лицом избирательной кампании, протянул Евграф колеблясь. Так и вы тоже будете на плакатах, Евграф Дементьевич, успокоил Андрей. Да ведь ваша фамилия прямо в кассу ляжет, Евграф Миловидный и Милота, начертал он рукой в воздухе. Вот вам и ай-стоппер, вот вам и шоквертайзинг, о котором вы говорили, люди помчатся голосовать за вашу партию. Хорошо, предположим, мы возьмем кота в качестве приманки для избирателей, но как сделать так, чтобы они отнеслись к нему всерьез, чтобы люди и вправду помчались голосовать? Но Андрей был в ударе. Огненный лис вошел в мертвую петлю. А вот это самое интересное. Мы выставим кота не просто в качестве приманки. Кот станет полноценным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и народ будет знать, что после выборов котик окажется не дома под диваном или где там он любит спать, а в белом зале Мариинского дворца. Не думаю, что это законно выдвигать животное в качестве кандидата в депутаты, усомнился Евграф. Да у нас некоторые кандидаты ничуть не лучше животных, философски отреагировал Андрей и, заметив недоуменно вскинутую бровь клиента, сменил тон. В любом случае, я как юрист беру этот вопрос на себя. Не дожидаясь происков конкурентов, мы сами на себя подадим в суд и подтвердим законность выдвижения кота для участия в выборах. Я порой в соответствующих правовых актах. А пока что нам нужно заняться поиском достойного пушистого кандидата. Андрея полностью захватила новая идея. Черт побери, эти богемные ребята, французские импрессионисты, не зря считали зеленый огонь абсента стимулятором творческих процессов. Похоже, ведьминский напиток и в самом деле пробуждает спящее подсознание. Политтехнолог уселся обратно за стол, достал линованный блокнот, золотую ручку со своими инициалами и стал набрасывать план дерзкого завоевания Петербурга голосующего. Окей, ясно, что кот должен быть совершеннолетним, чтобы принять участие в выборах. Все эти домыслы о том, что кошачий возраст нужно умножить на 5, чтобы сравнить с человеческим, судью точно не убедят. Значит, первое условие коту должно быть не менее 21 года. Кошки столько не живут, отметил Евграф. Ничего, найдем кота-долгожителя, объявим конкурс среди кошатников города. Шикарное начало избирательной кампании, идеальный тизер. Второе условие, у животного должны быть какие-то документы, чтобы представить их в суде. Усы, лапы и хвост, насмешливо уточнил Евграф. О нет, насколько я знаю, у породистых животных есть самые настоящие паспорта с печатями, гербом и тому подобным. Отсюда второе условие. К участию в конкурсе допускаются коты с подтвержденной родословной. А знаешь, дружище, задумчиво сказал клиент, наблюдая за стремительным скольжением золотой ручки по синим линованным листам, мне нравится твоя идея. Свежо, ярко и наверняка сработает. И огненный лис успешно вышел из пике. Андрей поднял голову. Спасибо, Евграф Дементьевич, я тоже так думаю. Будем работать? Евграф протянул ухоженную руку. Будем, если дело выгорит, гонорар увеличу вдвое, я впечатлен. Андрей протянул ему визитку с секретным номером телефона, известным только его отцу и еще паре-тройки важных людей. Звоните в любое время. Элегантный темно-синий курсив на белом фоне гласил Андрей Лисенко Troubleshooter. Часть первая. Глава первая. Кот Ваучер сидел в кухонной раковине и требовательно мяукал. Всю свою долгую многотрудную жизнь он посвятил бескомпромиссной борьбе за право домашнего кота спать, дремать, валяться, вылизываться и сидеть именно в кухонной раковине, а не где-нибудь еще. И это право он отстоял, несмотря на все уловки хозяев, покупавших ему корзинки, подстилки, коврики и особые мягкие домики. Ничто не могло сравниться с прохладной круглой мойкой, из которой так удобно было наблюдать за процессом приготовления любимой рыбной каши. Однако сегодня Наташа к плете не торопилась и ваучер вот уже битый час пытался привлечь ее внимание к собственной скромной и голодной персоне. Истошное мяуканье из раковины не помогало. Ваучер нехотя выкарабкался из мойки и тяжело спрыгнул на пол. Пора пойти разобраться, в чем дело. Между тем у Наташи безушковой забот хватало и без рыбной каши. Во-первых, срочного ответа ждали две форумчанки. В последнее время Наташа немного увлеклась психологией и почти сразу выяснилось, что у нее врожденный дар решать чужие проблемы. Благодаря неожиданно раскрывшемуся таланту решилась и главная проблема самой Наташи. Наконец-то ей удалось получить заветные пять звезд и высший статус эксперт на форуме мамашки.ру. Первая страдалица форумчанка, именовавшая себя Лапусечкой, жаловалась на постоянные ссоры с мужем из-за своей неизбывной любви к ребенку. Муж отказывался понимать, что по-настоящему нужно мальчику и требовал заменить важнейшие уроки эстетического воспитания, включающие театральные занятия и лепку из глины, на банальный футбол с пацанами во дворе. Наташа от души посочувствовала Лапусечке, порекомендовала ей отвезти мужа на те самые уроки эстетического воспитания, чтобы тот проникся прекрасным, и кинула ей ссылку на популярную тему форума мамашек под названием «Счастливая семья», основателем которой являлась. Вторую форумчанку под ником «Пустота» пришлось отправить на другую, более драматичную интернет-беседу, а именно «Счастливый развод». Здесь под мудрым Наташиным руководством обсуждались прелести беззаботной жизни матерей-одиночек. Именно прелести, поскольку Наташа всегда стремилась к позитивной психологии. «Дорогая пустота, развод – начало новой, насыщенной и непредсказуемой жизни, возможность вырваться из-за противившего болота мужских носков и грязной посуды», набрала Наташа на своем серебристом ноутбуке, смахнув с клавиатуры крошки от свердловской слойки. Сильно получилось. Образно. Да, эти слова вполне соответствуют уровню пятизвездочного эксперта такого солидного и уважаемого форума, как мамашки.ру. Наташа вознаградила себя оставшейся половиной слойки, до ужина еще не меньше часа, вытирала руки о футболку, отложила на диван самоучитель по прикладной психологии под названием «Прочь от стресса» или «Экзистенциальный анализ вашей непривлекательной личности» сегодня быстро управилась. Обычно на консультации форумчанок уходит целый день и, игнорируя орущего на кухне кота, позволила себе в десятый раз за день зайти на страничку Антонины в социальной сети. Антониной Блиновой, своей главной соперницей по рейтингам на форуме мамашки.ру, Наташа восхищалась. Вот идеал женщины, мать четверых детей, рукодельница, флагман слингодвижения в России. Антонина шила авторские кенгурушки на дому, попутно успевая заниматься детьми, мужем и проводить мастер-классы для неопытных слингомам. На одном из таких мастер-классов Наташа посчастливилась побывать, несмотря на то, что ее пятилетняя Наденька давно уже вышла из возраста целевой аудитории кенгурушек. Антонина позвала Наташу поснимать обучение молодых слингомам на камеру. Тот день стал событием для всех приглашенных. Маленькая двушка Антонины на первом этаже хрущевки превратилась в священный храм материнства. Молодые женщины учились обматывать себя и младенца длинным полотнищем так, чтобы стать с ребенком единым целым. Да, было тесно, да, было душно, да, дети вопили как резанные, но как же хорошо вернуться к истокам, забыть о навязчивой цивилизации с ее технической революцией, с ее навороченными колясками, пластмассовыми ходунками, автоматическими люльками и прочими никому не нужными изобретениями, лишь отдаляющими мать и ребенка друг от друга. Полная Антонина, одетая в желтые лосины и оранжевую футболку, похожая на громадное потное солнце, величественно, словно слинга-пророк, вещала о корнях, предках, отработанных веками традициях материнства, ее искренность официально подтверждалась старорусскими именами дочерей. Вокруг слинга-мам с криками носились восьмилетняя Любава, шестилетняя Забава и трехлетняя Купава. В углу с пятимесячной Степанидой на руках тихо сидел невзрачный муж с жидкой бороденкой. После слинга-урока мамашки пили ромашковый чай, хихикали над мужем Антонины, всю жизнь мечтавшим о сыне Степане, и, конечно, в финале никто не смог отказаться от приобретения удобных авторских кенгурушек. Даже Наташа прикупила одну изумительную в индийском стиле. Теперь ей казалось, что это был знак свыше, так сказать, маршрутная «Ага, не зря зашла сейчас на страничку Антонины в соцсети, обновился статус, я счастлива. Появились два свеженьких фотоальбома, слинг из занавески, слинга-шарф, а также заметка слингов много не бывает». Не успела Наташа полайкать фотки и углубиться в чтение познавательной статейки, как рядом возник растрепанный кот. Ваучер немного потерся о ее ноги, оставляя на темных тренировочных штанах клочья серебристо-голубоватой шерсти, затем сделал пару мелких шажков в сторону кухни, развернулся, уселся на полу, не мигая, уставился на хозяйку светло-зелеными глазами и мрачно произнес мяу. «Ваучер, что ты хочешь? Не видишь, я занята». Кот не пожелал признать факта чрезмерной занятости Наташи и проскрепел еще более неодобрительное мяу. «Вообще-то мне еще голову нужно вымыть, да и тебя расчесать не помешало бы», сморщив нос, добавила хозяйка, взглянув на питомца. На самом деле Наташа уже третий день собиралась вымыть голову и все никак не могла собраться. Вопрос назрел уже давно. В пятницу даже муж, придя с работы, сделал ей довольно неприятное замечание по поводу сальных волос. Очень не похоже на него, ведь Петя обычно такой веселый, мягкий, совсем как плюшевая игрушка. Про себя Наташа называла его «мой эмпатический интуитивный экстравертик». И вдруг безобидный ватный плюшевый медвежонок оскалил зубы. Хоть бы в порядок себя привела, вечно ты в обносках по дому бродишь, ногти все обгрызены, волосы жирные, что случилось с той девушкой, на которой я женился? Вот тебе и экстравертик эмпат, как с цепи сорвался. Разумеется, в знак протеста Наташа все выходные проходила в самой отвратительной футболке, сгрызла ногти до мяса и принципиально убрала шампунь под раковину. Но сегодня, чудесный сентябрьский понедельник, захотелось начать новую жизнь. Тем более, что Наташа, полистав экзистенциальный анализ вашей непривлекательной личности и профессионально оценив текущую семейную ситуацию, поняла, как утихомирить мужа. Начать надо было бы с душа, однако настырный котяра, выжелавший покушать рыбной кашки, отступать не собирался. Пока Наташа пребывала в размышлениях, ваучер подошел поближе к дивану и демонстративно стянул лапой непривлекательную личность на пол. Книжка с глухим стуком упала на ковер и раскрылась на бессмертных словах о том, что подлинно личностное раскрывается в человеке от связи с социальной средой, а потому расширьте ваши горизонты. Боже, ваучер, ну и напор. Ладно, пойдем, поварим тебе кашки. Наташа с трудом вылезла из кресла мешка в гостиной, которое она использовала как кабинет и столовую одновременно, и, не озаботившись стряхиванием крошек с футболки и шерсти со штанов, направилась на кухню. Кот с победоносным мявом, задрав пушистый хвост трубой, и занял наблюдательный пост в раковине. Так, что мы сегодня приготовим? Бормотала Наташа, изучая содержимое большого стального холодильника. Есть минтай, можно с перловкой сварить, хотя нет, это долго. А, вот и консервированный лосось, смешаем с овсянкой. Ой, нет, лучше хек с гречкой, и двойной работать делать не придется, обрадовалась Наташа, разворачивая рыбу. Петя с Надей на ужин тоже гречу получит с сосисками. Согласен? Ваучер мяукнул из раковины с неопределенной интонацией, подразумевая, что гречей он еще готов поделиться, но вот вкусным хеком ни за что. Наташа поставила на одну конфорку кастрюльку с гречкой, на другую ковшик с кусками рыбы, залитыми водой. Замороженные сосиски сунула в микроволновку и включила телевизор. Воронинах она никогда не пропускала. Костя Воронин прямо копия ее Пети, А Вера так похожа на нее саму, такие же длинные темные волосы, карие глаза, широкая улыбка. Вера тоже посвятила себя семье. Вот только она, пожалуй, постройнее, хоть и не хочется это признавать. Сегодняшняя серия Воронинах сразу заставила Наташу забыть обо всем на свете, в том числе о пищащей микроволновке, подмиукивающем коте, пенящейся гречке и убегающем из ковшика рыбном бульоне. Вера решила завести четвертого ребенка и именно тогда, когда сама Наташа задумалась о втором. Да, именно второй ребенок нужен семье Безушковых. Именно второй ребенок расширит их горизонты. Петя успокоится, будет таким же милым и счастливым, как раньше, когда Наденька была совсем маленькой. Надя же, оказавшись в роли старшей сестры, станет более ответственной и начнет слушаться родителей. А главное, самой Наташе не придется выходить на работу. В последнее время Петя слишком часто намекал на то, что пора бы ей вернуться в офис. И эта перспектива пугала до чертиков. Мысль о втором ребенке пришла Наташе в голову на мастер-классе у Антонины. Слинга-мамы были такими самодостаточными, целиком погруженными во все эти сладкие трудности, какую диету соблюдать во время кормления грудью, каким гелем мазать десна малышу и как его закутать для прогулки на балконе. Рядом с этими увлеченными женщинами Наташа почувствовала себя скучной, отставшей от жизни. Она тупо стояла там с ручной камерой, а все остальные веселились от души. Правильно заметила мама Костя Воронина, Галина Ивановна. Дети – это же счастье, а чем больше детей, тем лучше. Или как там у Толстого. Она дорожила обществом тех людей, которым она, растрепанная в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна и выслушать утешение о том, что теперь ребенку гораздо лучше. Сегодня Наташа собиралась сообщить Пете о своих планах. Это определенно освободит ее от предстоящего вливания в офисную среду. Да, Вера Воронина, конечно, основательно подготовилась. У нее и клубника со сливками, и страстная ночь, и романтическая поездка в Суздаль. У Наташи же вместо клубники подгоревшая гречка, но не уследила с такими-то событиями по телевизору. Остывшие сосиски, гадкий запах разваренного хека и порхающая по всей квартире серая шерсть. Да, и ставшие с пятницы еще более жирными волосы. Ладно, идея-то грандиозная, она перекроет всю эту бытовую мелочь. Наташа смешала хека с гречей, навалила получившуюся неаппетитную коричневую с белыми вкраплениями рыбы массу в потертую синюю миску и поставила на пол возле холодильника. Ваучер, выбравшись из своей раковины, с диким ревом кинулся к кормушке. В дверном замке повернулся ключ. Мама, мы пришли! Ребенка возил в садик и обратно исключительно Петя. Ему же все равно нужно было на работу, а мама могла поспать подольше. Наташа бросила последний взгляд на телевизор. Вера Воронина ободряюще улыбнулась с экрана, словно благословляя предстоящий судьбоносный разговор с мужем. Муж сидел на корточках в прихожей, в синей куртке и ботинках и стаскивал с Надей розовые уличные туфли. Мама! радостно закричала Надя, пытаясь удержаться на одной ножке, в то время как вторую папа ловко заталкивал в маленький тапочек. Следующим отработанным движением он освободил ребенка от куртки. Наташа тем временем впервые за день посмотрелась в зеркало. На фоне подбежавшей ее обнять дочки румяной с озорными веснушками яркими после лета и тоненькими косичками, которые ей заплели в садике, мама выглядела не очень. Темное слежавшееся пакля на голове, бледное отечное лицо, второй подбородок, 15 лишних килограммов, набранные во время беременности, упрямо цеплялись за щеки, живот и бедра. Серая застиранная футболка вся в крошках, незаметно отряхнем вот так и надо наконец заставить себя носить дома бюстгальтер и обвисшие на коленках треники в кошачьей шерсти. Ничего, это все не важно, главное второй ребенок, которого они вскоре заведут. Надя поскакала в свою комнату, а Петя, снимая ветровку, облил супругу холодным, словно жидкий азот взглядом и нахмурился. Вижу, голову ты так и не удосужилась помыть. И это вместо «Привет, любимая, прости за все мои пятничные грубости». Не заводиться, на провокации не поддаваться, дала себе установку Наташа и максимально спокойно ответила. Я как раз собиралась в душ, хотя тебя это и не касается. Ладно, но надеюсь хотя бы мой собственный ужин меня касается? Поинтересовался Петя и расшнуровывая коричневые полуспортивные ботинки. Под ними обнаружились забавные желтые носки с мультяшными расколотыми сердечками. Пахнет только мерзкой рыбной кашей. Ты еще что-то приготовила? Или опять придется самому бутерброды с колбасой делать? Отчего же? С достоинством парировала Наташа. Я сделала горячий ужин, гречу с сосисками. Накрывай, пойду переоденусь. Петя хлопнул дверью спальни, а Наташа, стиснув зубы, заставила себя не взорваться, терпеть, не заводиться. У экстравертов бывают такие кратковременные перепады настроения. Или это характерно для сангвиников? Погодите, нет, для холериков, а не для сангвиников. В голове просто каша, абсолютная рыбная каша, из-за этих петяных припадков. Что случилось с тем добрым неунывающим парнишкой, за которого она выходила замуж семь лет назад? Где обаятельный шутник, который при первом их знакомстве на незабываемой стажировке в рекламной фирме Control Alt Delete рассмеялся? Наташа! Вас и правда зовут Наташа? Значит, я ваша судьба, ведь я Пьер и почти что без ухов. Позвольте, не теряя времени, предложить вам руку и сердце, мы же не можем ослушаться самого Льва Николаевича, верно? Петя Безушков, чуть полноватый, но необыкновенно энергичный молодой человек, сразу понравился не только Наташе, но и руководству Control Alt Delete. И пока Наташа коротала рабочее время, ковыряясь в социальных сетях, лайкая луки подружек и прячась от начальства в туалете, Петр в припрыжку легко и быстро поднимался по карьерной лестнице. После стажировки Наташу, выпускницу малоизвестного Невского института европейского дизайна, приняли на должность помощника дизайнера. Петю с его красным дипломом факультета журналистики Государственного университета отделения рекламы и пиар сразу взяли старшим райтером. Через год Наташа рядовой дизайнер активно готовится к свадьбе с Петей. Сам же Петя заместитель начальника отдела райтеров. Еще через год Наташа рядовой дизайнер активно готовится к беременности. Петя начальник отдела райтеров. Еще через год Наташа в декрете занимается ребенком, Петя заместитель креативного директора. В последние годы он стал неплохо зарабатывать, купил авто с гибридным двигателем и выработал собственный творческий деловой стиль. Мягкие, немного вьющиеся волосы, легкая небритость, дорогой пиджак поверх футболки, джинсы, непременно смешные носки, неформальные ботинки. И при этом полное отсутствие пафоса, добродушные карие глаза, нос картошкой и неизменная улыбка. Вот какого Петю знала и любила Наташа, а не этого мрачного, насупленного мужчину, сидевшего напротив нее за кухонным столом и отодвигающего подальше от себя холодные сосиски с засохшей кашей. Белоснежная домашняя футболка Пола с зеленым крокодильчиком такая знакомая, родная, а лицо над ней жесткое, чужое. Карие глаза, как осколки гранитной набережной Невы. «Ты кота своего кормишь лучше, чем мужа», – заявил Петя, вставая к холодильнику за спасительной колбасой и обходя чавкающего ваучера. «Посмотри, как уплетает рыбное месиво. Этот запах весь аппетит отбивает. Не понимаю, почему нельзя ему давать нормальный сухой корм?» «Потому что он с детства привык к этой кашке», – ответила Наташа, доедая свою порцию сосисок с гречей. «В 94-м, когда родился ваучер, не было никакой химической быстрой еды для животных, и кошек кормили нормальной рыбой, если могли найти ее в магазине, конечно». «По-моему, наш ваучер-мяучер вполне мог бы попробовать что-нибудь новенькое». Петя нарезал свои сосиски на маленькие кусочки и переложил в синюю миску, вылизанную после рыбной каши до блеска. Кот с осторожностью понюхал сосисочный десерт, одобрил его и за считанные секунды уничтожил, после чего забрался обратно в свою раковину и громко на всю кухню заурчал. «Наденька, почему ты не ешь, детка?» – повернулась Наташа к дочери, которая, глядя на папу, не торопилась кушать. Греча размазывалась по тарелке, рукам, столу, при этом ни грамма в рот не попадала. «Давай-ка вилочку в ротик!» Наташа предпочитала уговаривать, а не наказывать. Это входило в японскую систему воспитания, о которой она пару месяцев назад прочитала на форуме мамашек. Как утверждала одна мамочка, японцы никогда не кричат на детей, ни за что их не ругают и все им разрешают, до семи лет включительно. «Отвали!» – неожиданно сказала Надя и бросила вилку на пол. «Не хочу есть!» «Надежда, сейчас рот с мылом тебе вымою! Немедленно извинись перед мамой!» Возмущенно отреагировал голодный и злой Петя, отвлекаясь от сооружения грандиозного мега-бутерброда. Ржаной хлеб, майонез, толстенный кусок вареной колбасы, мелко нарезанный маринованный корнишон. «Петя, нельзя так орать на ребенка! Это не педагогично!» – запротестовала Наташа, отрезая небольшой кусочек колбаски и себе. Сверху капелька майонеза, просто для красоты. «А что же делать? Ведь она и в саду может такое ляпнуть!» «Вот если запрещать ей говорить такие слова, тогда точно ляпнет!» Назидательным тоном сказала Наташа, дожевывая колбасу и нагибаясь за вилкой. «Я тебе как психолог говорю!» «Как кто? Никакой ты не психолог! Что за бред?» Петя яростно откусил гигантскую часть бутерброда. «Не заводиться, сохранять спокойствие!» Наташа убрала вилку в посудомойку, достала чистую и положила перед Надей. «Да, я тебе именно как психолог!» Петя был занят бутербродом и промолчал. «Как полупрофессиональный психолог, говорю! Не надо обращать внимание на плохие слова, и она сама не будет на этом зацикливаться. Японцы же не дураки, а они детей только балуют. Я уверена, что если мы сейчас спокойно продолжим ужинать, как ни в чем не бывало!» «Отвали, отвали, отвали!» Многократно повторила Надя, швыряя чистую вилку на пол и, испытывая, глядя умными карими глазками на маму, в ожидании ее дальнейших действий. И для закрепления результата подытожила свое выступление. «Отвали, ясно?» «А ну-ка, быстро в свою комнату!» Не выдержал Петя, кидая недоеденные бутерброды, вскакивая из-за стола. «Немедленно! Сиди там и думай о своем поведении! Все, ты наказана!» Надя разревелась и убежала. Взбешенный Петя, печатая шаг, ходил туда-сюда по десятиметровой кухне. Вот он, подходящий момент. Самое время предотвратить бурю. На экране Костя Воронин прыгал от счастья и вопил «офигеть», узнав о беременности Веры. Наташа, позабыв о валяющейся на полу вилке, схватила мужа за рукав и насильно усадила обратно на стул. «Петь, послушай!» «Что?» – резко отозвался он, не глядя на жену и теребя уголок мягкого воротничка белой футболки. Зеленый крокодильчик на груди беззвучно разевал зубастую пасть. Наташа потянулась к одному из кухонных ящиков, где хранились полотенца и скатерти, и вытащила оттуда длинное ярко-голубое полотнище. «А знаешь, что это такое?» – игриво спросила она, накинув ткань ему на плечи наподобие лошадиного хомута. Петя, впавший в мрачную задумчивость, покачал головой. «А это авторский слинг!» Наташа была крайне довольна эффектной подачей своей идеи. «Угадай, на что я намекаю?» Муж равнодушно пожал слинга плечами, размышляя о чем-то своем. «Петя!» – торжественно вымолвила Наташа. «Давай сходим за вторым!» «Что? Куда сходим?» – очнулся Петя. «За вторым! Давай сходим за вторым ребенком!» – радостно выпалила Наташа. Петя, задрапированный слингом, словно нарядным погребальным саваном, медленно поднялся со стула. «Сходим за вторым ребенком!» – повторил он, будто не веря своим ушам. «Ты шутишь?» «Ну, совсем как Костя Воронин!» – подумала Наташа. Тот тоже сперва решил, что Вера шутит, а потом недовольно так сказал «Все, рай закончился!» Зато потом сколько восторга! И все свои прежние доводы назвал чушью собачьей. Нужно продолжать. «Нет, Петя, я серьезно! Давай забудем все ссоры и сходим за прелестным, милым мальчиком, наследником, который вновь объединит нашу семью!» Наташа так разнервничалась, что сама не заметила, когда ела Петин бутерброд с колбасой и принялась за свердловскую слойку. Вторая за день. Но это не важно. Во время беременности все равно лишний вес наберется. Потом, после родов и кормления, можно будет все сразу и скинуть. Так что какой вообще смысл сейчас худеть? «Наталья!» Петя хотел взмахнуть правой рукой и тут только понял, что ему что-то мешает. Он с недоумением оглядел себя, прорычал сквозь зубы ругательства и иступленно содрал с плечей голубой слинг. «Да выкинь ты эту гадость! Что за бред? Приматывать ребенка к себе тряпками! Цыганщина! Африканщина! Дикость!» Наташа открыла рот, чтобы прочитать ему познавательную лекцию от Антонины о вековых традициях материнства, но не успела издать ни звука. Петя кричал уже во весь голос. «И я даже не знаю, что ненавижу больше выражение «сходить за вторым» или «этот несусветный слинг!» «Ну хорошо», — примирительно сказала Наташа. «Забудем пока о слинге, хотя потом еще поднимем эту тему», — мысленно прибавила она. «Давай поговорим о будущем, сыночке!» «Какие еще сыночки, черт побери!» — воскликнул Петя, выполнив, наконец, энергичный взмах рукой и задев при этом мирно дремлющего в раковине кота. Кот сквозь сон вякнул нечто неразборчивое. «Ты вот ваучера даже не можешь приучить к нормальному корму! Я уже не говорю о Наде! Посмотри на плоды своего воспитания! Ребенок совершенно отбился от рук! А ты каких-то мифических сыночков выдумываешь!» «Зато денежки государство дает за второго ребеночка не мифические, а очень даже реальные!» — возразила Наташа, внезапно вспомнив, что ее первый ребеночек сидит в своей комнате весь в слезах и голодный. Она быстренько намазала булку маслом. «Подумай о материнском капитале!» «Вероятность получения солидной суммы просто так, за здорово живешь, сразит Петю на повал!» — думала Наташа, заходя в детскую и ставя на тумбочку у кровати тарелку с булкой и стакан сладкой газировки. Дочка, поглощенная просмотром японского мультфильма на своем планшете, машинально потянулась за бутербродом. Никаких следов раскаяния. Наташа вернулась на кухню. Петя сидел на своем месте и с отвращением разглядывал кривоватые швы на слинге. «Как там Надя? Плачет? Идет просить прощения?» «И не думает», — мстительно ответила Наташа. «Не работают твои совдеповские методы воспитания. Быстро в свою комнату, думай о поведении. Говорю же, нужно положиться на японцев, они детей вообще не ругают». «Да это просто родительская лень, а вовсе никакая не система. Я был в Японии, никто там в жизни не слышал об этой идиотской теории». «Никакая она не идиотская. Ты, наверное, с какими-то неправильными японцами общался», — заупрямилась Наташа. «Жаль, свердловские слойки в доме закончились. Сейчас бы кусочек не помешал». «О ней на форуме одна мамочка писала и очень ее хвалила». «Черт побери, опять я слышу про форум «Мамаш, отключивших мозг». Это секта, а не форум». «Что? Да как ты смеешь? Это, это...» От возмущения Наташа не могла подобрать подходящих слов. «Это истинный кладезь мудрости, жизненного опыта и взаимопонимания». «Ага, мудрости и взаимопонимания», — жалчно рассмеялся Петя. «Да эти тетки только и думают, как бы на халяву что-нибудь получить или подороже продать что-нибудь ненужное. Типичная секта. Мама-мафия!» — потряс он слингом в воздухе. «Просто вынимают деньги из семейного бюджета. Взять хотя бы этот уродский слинг». И Петя со всей силы затолкал голубую ткань в мусорное ведро. Наташа и ахнуть не успела. Затем последовал запрещенный прием. Петя сощурил горящие нехорошим пламенем глаза и спросил. «А как же коробка от телевизора и бахилы? Что ты теперь скажешь?» «Да, коробку от телевизора и бахилы смело можно было занести в Наташины промахи. Не так давно кто-то из мамочек вывесил объявление «Продам 10 пар бахил, бывших в употреблении по одному разу. Недорого». Цена и правда была заманчивой, в два раза меньше, чем в гардеробе детской поликлиники. Наташа справедливо рассудила, что бахилы в хозяйстве лишними не будут, поэтому и поехала за ними на другой конец города. Похвасталась покупкой перед мужем, а тот жутко разъярился и запихал все 10 пар целых, почти не ношенных бахил в ту же мусорку. С коробкой от телевизора вышло еще хуже. Наташа решила сделать заскучавшему ваучеру подарок. Лучше подарка, чем пустая картонная коробка, для кота не существует. В особенности, если она может выманить упрямого питомца из кухонной раковины, которая иногда бывает все-таки нужна хозяйке. Ну сколько уже можно бегать по каждому поводу в ванную? А тут как раз другая мамочка похвасталась на форуме приобретением большого телевизора и спрашивала, не нужна ли кому за чисто символическую стоимость коробка от него. Наташа не могла упустить такой шанс. Героически тащила эту коробищу в метро, маялась с ней в автобусе, преодолела такие неудобства. И ради чего? Ради гомерического хохота мужа, который потом рассказывал эту историю как анекдот всем коллегам на работе, кассирше в супермаркете, заправщику на бензоколонке и вообще кому попало. Самое обидное, что ваучер пренебрежительно понюхал глупую коробку и категорически отказался в нее забираться. В общем, сказать Наташе было нечего. Поэтому она вернулась к обсуждению, волновавшая ее тема. «Ладно, Петь, не кипятись. Вот займусь новорожденным сыночком, и некогда мне будет на форуме сидеть». «Стоп, я не понял, почему мы опять это обсуждаем?» Петя обхватил голову руками. «Так материнский капитал же дадут, как ты не понимаешь?» «Не нужны нам подачки от государства. Проблем с квартирой у нас нет, благодаря твоим родителям. Живем в отличной трешке, ремонт недавно сделали. Зарплату в ближайший месяц еще прибавят. Меня до креативного директора, кстати, сегодня повысили. А ты ведь даже не спросишь, как прошел день на работе». «Так, похоже, наш папа сегодня в плохом настроении. Никак не хочет на нового ребеночка соглашаться». «Ничего страшного», — решила про себя Наташа. «Придется брать пример с Верой Ворониной, поставить его перед фактом». «Чего тебе еще не хватает?» — продолжал Петя. «Драйва? Так иди на работу!» «Ох!» — опять разговор наткнулся на этот айсберг. «Я, между прочим, практикующий психолог. Как по бумажке прочитала Наташа. Даю советы посетительницам крупнейшего форума мамашки.ру. Я им очень нужна». Петя хмыкнул. «Ни какой ты не психолог». «Ах так? Хорошо. Но даже ты, скептик, не сможешь отрицать, что я практикующий дизайнер». «Еще как смогу», — возразил Петя. «Да, по образованию ты, может быть, и дизайнер, но когда-то в последний раз практиковала. Ты же все свои способности давно растеряла». «Неправда!» — воскликнула Наташа. «Ремонт в квартире. Кто продумал и спланировал? Оглянись вокруг». Петя послушно оглянулся. «Ну вот первое, что бросается в глаза, на кухонном окне до сих пор нет занавесок». «Я их вот-вот сошью», — парировала Наташа. По правде говоря, она вообще про эти занавески забыла, с тех пор, как увлеклась психологией. «Ткань уже куплена». «Вот-вот сошьешь?» — язвительно переспросил Петя. «Если мне не изменяет память, ткань-то купила два года назад. Я уже не говорю о твоем кресле-мешке, похожем на гадкое растаявшее желе. Эта твоя так называемая дизайнерская находка испортила нам всю гостиную. Не выношу этот мешок. А еще знаешь, что не выношу?» «Да что с ним в последнее время происходит?» — начала уже немного пугаться Наташа. Ссора приобретала невиданный доселе масштаб. Наташа словно оказалась на борту ракеты, и в наушниках металлический голос отсчитывал «девять, восемь, семь». «Еще я не выношу твой лыжный костюм». «Мой лыжный костюм?» — с удивлением переспросила Наташа. «Именно! Ты же его носишь, не снимая, зимой и летом! Я понимаю, что с ребенком гулять так теплее. Но как же он меня бесит! Эти толстые розовые штаны! Эта толстая розовая жилетка! Ты же не на горных лыжах катаешься, в конце-то концов!» Петя весь раскраснелся. Волосы упали на мокрый лоб. «Четыре, три, два!» — отсчитывал металлический голос в невидимых наушниках. Наташа замерла. «Я еще помню твою искусственную приталиную дубленочку из зеленой замши и высокие сапоги на шпильке. Помню, в каких тоненьких колготочках ты ходила со мной в дом кино на ночь Каннских львов. В жуткий мороз! Где эта дубленка? Где эта девушка в тонких колготках?» Наташа молчала. Не хотелось признаваться, что в зеленую дубленку она перестала помещаться еще десять килограммов назад. «И пуск!» Ракета задрожала, завибрировала, затряслась и оторвалась от земли. «Наташа, пойми, ты закисла, заплесневела после рождения, Надя! Погрузилась в болото, погрязла в трясине! Я давно уже перестал тебя узнавать! Ты! Ты!» Петя обвел глазами кухню в поисках нужного выражения и наткнулся взглядом на блаженно развалившегося в раковине кота. «Ты последние пять лет живешь какой-то кошачьей жизнью, причем жизнью кота-пенсионера, вроде ваучера, а тебе ведь всего тридцать три!» Резкий рывок и ускорение оторвалась первая ступень. «А ведь когда-то ты могла запрыгнуть за барную стойку и показать неумехе бармену, как правильно делается твой любимый Джин Гимлет! Вечно они забывали пропускать коктейль через трейнер. Помнишь? Или уже все забыла?» Еще рывок. Вторая ступень сгинула в атмосфере. «Но, может быть, еще не поздно вернуться на землю?» «Петя, Петя, но сейчас я мать, а не безбашенная девчонка. Я должна быть примером для своей дочери. Я не хочу, чтобы она думала, что единственный талант ее мамы – это умение смешивать коктейли». «Согласен, Надя должна тобой гордиться, только ты ей поводов не даешь. Какой у тебя псевдоним на мамашкином форуме? Безэшка? Так вот раньше ты была не безмозглой Безэшкой, а безумно дерзкой, безумно красивой, безумно обаятельной. И уж, по крайней мере, не позволяла себе неделями не мыть голову». И третья ступень сгорела. Ракета вышла в открытый космос. Наташа сидела на стуле, не двигаясь, боялась даже моргнуть. Петя потер ладонями глаза, остановил помутневший взор на телевизоре, по которому крутили очередную серию «Счастливых воронинах», и устало подвел итог. «А самое печальное, что ты совсем ничем не интересуешься. Ты ведь даже не знаешь, что твои любимые воронины – это всего лишь не слишком хорошо выполненная копия знаменитого американского сериала, «Все любят Реймонда!» И он решительно вышел из кухни. Следующие события развивались так же необратимо и непоправимо. Наташа будто болталась в невесомости на борту космической станции и беспомощно наблюдала в иллюминатор за тем, как далеко-далеко взрывается ее родная планета. Петя заглянул в детскую комнату и сообщил Наде, что папу срочно вызвали на работу и ему придется уехать в командировку на некоторое время. Дочка, привыкшая к тому, что папа всегда рядом, вновь разрыдалась и, наконец, стала просить прощения за свое поведение за столом. Затем, не глядя на жену, почти уже бывшую, Петя положил в чемодан свою офисную и домашнюю одежду, зимнюю куртку, обувь, зубную щетку, электротриммер, зарядку от телефона, пару книжек. Застегнул чемодан, поцеловал плачущую дочку, надел синюю ветровку, закрыл за собой дверь и ушел в ночь. Союз Наташи и Пьер 200 лет спустя распался. Наташа, кое-как, почти не понимая, что делает, успокоила Надю и уложила ее спать. Пошла на кухню, сделала небольшой бутербродик с колбасой и майонезом, но есть почему-то не хотелось. Выбросила колбасу в мусорное ведро под возмущенным взглядом кота, проснувшегося от скрипа входной двери. Ваучер поворчал немного своим самым противным голосом, однако Наташа, будучи в трансе, не обратила на него внимания. Вышла из кухни и направилась в ванную. Достала из-под раковины шампунь, обнаружила рядом пыльный кондиционер для волос. После долгого горячего душа чуть полегчало. Мягкое, ароматное облако свежих волос окутывало лицо, шею и плечи. Вдыхая чудесный запах экзотических фруктов, Наташа разобрала диван в гостиной. От одной мысли о пустой спальне мутило, хотя, возможно, причиной подкатывающей горло тошноты было сегодняшнее майонезно-колбасно-свергловское переедание. Заснуть в непривычной обстановке не удавалось. Наташа раскрыла липкий ноутбук и вместо привычного адреса социальной сети вдруг набрала другое сочетание латинских букв. С тех пор, как она в последний раз заходила на этот новостной сайт, он сильно изменился. Здесь тебе и видео разные, и онлайн-радио, и рубрики любопытные. Ее внимание привлекла статья «Если не кот, то кто?» с подзаголовком «В преддверии выборов оппозиция объявила конкурс среди владельцев кошек». Тема, конечно, не такая бронебойная, как «Слингов много не бывает», но посмотреть можно. В заметке сообщалось, что какая-то новая партия со странным названием «Непростим» ищет кота старше 21 года с документально подтвержденной родословной и очаровательным выражением лица для участия, а вот это еще более странно, в главной гонке пятилетия. Это что же будет за гонка с участием пожилого кота? На перегонке с черепахами, что ли? Интрига в статье нагнеталась. Приз победителю гонки – самое сладкое в городе кресло. Может, какой-то фантазийный торт подарят в виде предмета мебели? Все подробности при личной встрече с хозяевами кота. Так, посмотрим. Возраст ваучера условиям конкурса соответствует. В декабре ему как раз стукнет 22. Навряд ли в городе наберется много котов-долгожителей, которые еще молодого Ельцина видели. Родословная железобетонная. Известны имена всех его предков – кота, а не Ельцина. Правда, могут быть проблемы с определением степени очаровательности лица ваучера. Как правило, выражение его морды колебалось от мрачно-голодного до недовольно-сонного. В любом случае, конкурс поможет отвлечься от мыслей о развалившемся браке. Наташа вскочила из дивана и бросилась к комоду, в котором хранились документы. Ну-ка, ну-ка. Родители не должны были забрать эти бумаги с собой в Америку. Действительно, зачем им в солнечной Флориде родословная кота? Да, вот и она. Есть. К поблекшему свидетельству о рождении животного был приколот мятый бежеватокоричневый листок со стилизованным изображением Дома правительства Российской Федерации водяными знаками и синей печатью на обратной стороне. Тот самый приватизационный чек номиналом 10 тысяч рублей, в честь которого и назвали крохот новосибирского котенка, появившегося в Наташе на семье зимой 94-го. Были и другие варианты имени. Империал, в честь крупнейшего банка тех лет, Мэйсон, в честь красавца из Санта-Барбары, но остановились в итоге на ваучере. Маленькая Наташа никак не могла выучить сложное иностранное слово и поначалу звала котенка урчалкой. Ваучер сибирский сапфир. Вполне в папином духе. Глубокомысленная шутка на политическую тему. Он, никогда не веривший в затеи чиновников, тогда сказал жене и дочке, вот увидите, наш кот вырастет и состарится, а обещанные Чубайсом две волги за один ваучер никто так и не получит. Папа оказался прав. Что ж, может, звездный час потрепанного приватизационного чека наступит двадцать с лишним лет спустя и принесет семье совсем другие дивиденды? Той же ночью Наташа, сидя на желтом ковре в своей цветастой, безразмерной ночной рубашке, заполнила онлайн-форму участника конкурса на сайте оппозиционной партии «Непростим». Долго раздумывала, что написать в графе о хозяевах. Потом набрала. Мне 33 года, я занимаюсь домом и ребенком. Девочка, пять лет. Бесплатно консультирую женщин, испытывающих трудности в семейной жизни, а также даю советы по дизайну интерьера. Я единственная хозяйка кота. Был еще муж, но как раз сегодня он меня бросил. Наташа в отчаянии захлопнула ноутбук, перебралась на жесткий диван, завернулась в свою гигантскую ночную рубашку, как в кокон, и, наконец, заснула.